Всем доброго дня! Это Гелиосар и география начальный курс просто на пальцах. Параграф 6. Важнейшие географические открытия. Какие материки вы знаете? Ну, материков не так уж и много. Это материк Евразия, самый большой, материк Африка, материк Северная Америка, материк Южная Америка, материк Австралия и материк Антарктида. Все. Вот какие материки известны. Назовите несколько географических объектов, названных в честь великих мореплавателей. Ну, например, мыс Магеллана, который находится в Южной Америке вместе с Магеллановым проливом, по-моему. То же самое, например, есть Берингов пролив. Он находится между Чукоткой и Аляской, то есть между Америкой и Россией, Евразией. Вот уже два объекта. Одну из первых географических карт составил древнегреческий ученый Геккатей. Ну, опять-таки, здесь это очень большая натяжка. Известно, что есть более древние и гораздо более точные карты, составленные абсолютно неизвестно кем. Но известно, что одну из первых достоверно известных географических карт создал вот этот греческий ученый Геккатей. Она не похожа на современные карты. Этот ученый очень немногое знал об окружающем мире. Но Средиземное море, Египет, Европу он более или менее знал. Человечеству потребовались века, чтобы уточнить, как же выглядит наша планета Земля. Америка. Эта часть света была открыта по ошибке. В 15 веке многих европейских путешественников манили далекие страны Азии. Прежде всего, Индия и Китай. Причина очень проста. Вот она, Европа, которая была достаточно богатой. Европа очень любила специи, которые выращивались и выращиваются в 21 веке тоже в Индии. Но путь в Индию был очень сложен. Здесь никаких проливов не было. Да и места были довольно опасные. Поэтому по морю надо было идти вокруг Африки. Это было очень долго и тяжело. А по суше надо было идти вот либо вот отсюда, через Турцию. А она довольно горестая. То есть, потом через Персию, опять-таки, сплошные горы. Потом надо было пройти через Афганистан и добраться до Индии. Очень тяжелый путь. Причем еще очень жаркий. Более простой путь мог идти вот отсюда. Через территорию Средней Азии, через Россию и далее опять-таки в Европу. Но в те годы здесь было Крымское ханство, дикое поле. Здесь находилось огромное количество кочевых каких-то государств и народов. И добраться здесь было еще сложнее. Мало того, не забывайте, асфальтированных и обычных дорог, даже простых грунтовых, тогда не было. Приходить идти приходилось по тропам, караванным тропам. То есть, надо было даже не с тележками, а с обычными лошадьми, на спинах которых что-то везли. То это было очень долго, дорого и сложно. И при этом все время надо было быть готовым к тому, что на вас могут кто-то напасть. Достаточно сложная такая, конечно, была дорога. Вот и пытались европейцы, особенно португальцы, найти другой путь в Азию. Но, как я уже упоминал, были древние карты. И, в принципе, люди знали, что есть различные материки и различные пути. И вот, собственно, и попытались найти эти самые пути. Одним из первых был итальянец, который родился в Генуе, Христофор Колумб. Он был уверен, что земля имеет шарообразную форму, и до Азии можно добраться, плывя на запад. То есть, плывя не на восток, то есть, выходя не вот сюда, а идя вот сюда, на запад. И вот таким образом он и направился. Но, совершив путешествие, опять-таки, отсюда, он дошел вот досюда, открыл вот эти мелкие Карибские острова, открыл Кубу. Но до самого материка полностью не добрался. И не знал, что открыл сразу несколько материков. Это сделали уже следующие первооткрыватели. Но более известным был португалец Фернан Магеллан. Он решил достичь берегов Азии, обойдя Америку с юга. То есть, он пошел более сложным путем. Он пошел вот таким путем. И это показательно, почему он не пытался пересечь Америку с севера, ведь это было сложнее. Но нет, почему-то он пошел на юг. На какой карте он мог увидеть, что путь на юге свободен, а на севере закрыт льдами? Интересный вопрос, правда? Была, была эта карта, и она до сих пор, эта карта известна. Она находится, если не ошибаюсь, в нынешней Турции, в библиотеке Стамбула. И вот там эта карта и присутствует, на которой показаны. Она очень древняя. Кем составлена эта карта, никто не знает. Но вот там вот показаны и современные материки, и проходы. Вот эта точка, кстати, называется Магеллановым проливом. Вот отсюда она идет. Он сумел обойти Америку с юга, и сумел пройти через гигантский тихий океан, то есть крайне сложный путь. Обойдя вот отсюда, он дальше шел на юг, пока не добрался вот досюда. Представляете? Вот всего лишь отсюда, вот слегка вдоль Африки, потом сюда, потом вот он опять вдоль берега, а потом через вот эту гигантскую территорию. Да, здесь, конечно, есть острова, но на тех кораблях они же не знали, что эти острова там есть. Ему надо было добраться аж вот сюда. Невероятнейший совершенно путь, учитывая, что пресной воды тогда было крайне мало. Но он сумел его осуществить. Это невероятнейшее совершенно путешествие. Он сумел достичь Азии, а потом сумел вернуться даже в Европу. Но из пяти кораблей, на которых Магеллан выходил из Португалии, назад вернулся только один, пережив невероятные приключения. Но Магеллан доказал, что Земля имеет форму шара и что можно совершить кругосветное путешествие. На протяжении многих веков считалось, что далеко на юге существует огромный материк. Вот опять-таки упоминание той самой древней географической карты, составленной неизвестно кем, на которой обозначена та самая, на которой даже Антарктида обозначена, хотя она льдами закрыта. И там же была обозначена Австралия. Вот эту Австралию после открытия Азии, Австралию тоже долго искали, пока ее наконец-то не нашел. Первым Вильям Янсон, голландец. В 1606 году он высаживался на материк, обследовал его побережья, но в полном объеме не знал, что это та самая Австралия, которую они искали. И в итоге, уже потом, южными землями Австралии дал название Джеймс Кук, англичанин. Антарктиду же, уже в 19 веке, открыли русские мореплаватели Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев. На двух парусных кораблях, Восток и Мирный, они открыли Антарктиду. Но землю они видели, но из-за огромного количества льдов добраться до земли не смогли. Какие части света и материки были известны древнегреческим ученым? Ну, в целом, если брать части света, то вообще-то есть север, юг, восток, запад. Их вообще-то всего четыре, если так говорить совсем. Но им была известна, древнегреческим ученым, была известна Европа, была известна Малая Азия и был известен Египет. То есть Африка, по сути, можно сказать, вот три таких блока были известны и все. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Фернан Магеллан. Найдите на картах Атласа объекты, названные именами известных путешественников, о которых вы прочитали в параграфе. Что ж, это более интересно. Ну, конечно же, здесь можно вспомнить, вот он, пролив Магеллана, который назван именно в его честь. Есть некоторые другие, то есть там и в Антарктиде есть некоторые точки, названные в честь Беллинсгаузена, в честь Лазарева, это также все известно. Но вот он, пролив Магеллана, который обозначен именно вот здесь вот. Плюс вот он, большущий еще и пролив Дрейка, более известный, открытый им. И мыс Горн, пожалуйста, все это здесь есть. Так, используя дополнительные точки информации, сообщения о каком-либо путешественнике и его экспедиции. Ну, вот, пожалуйста, экспедиции Магеллана вполне можно рассказать. Нанесите на контурную карту, ну, это отдельно. Подумайте. По карте на 28-м рисунке. Маршруты четырех экспедиций Колумба. Во время каких из этих экспедиций он побывал только на островах, а во время каких на материках Азии. Вернее, на материках, да, материках Америки. Получается, что в последнем своем, да, в своем, получается, четвертое путешествие его, оно было как раз-таки посвящено именно вот, когда он побывал на маленьком перешейке самих материков Америки. Да, да, не имею. Беллинс Гаузен и Михаил Лазарев, они открыли Антарктиду. Второй вопрос. Развернутый план ответа по теме открытия Америки. Так вот, план начинается с упоминания Америго Веспуччи. Как говорят, этот человек первым открыл Америку, но, к сожалению, ему мало кто поверил. И уже после его рассказа Христофор Колумб, получив разрешение от королевы Испании, совершил свое путешествие и уже после этого была в полном объеме открыта Америка. Так вот, значит, Америка Веспуччи, Христофор Колумб, рассказ о пути в Индию через запад, с чего вдруг вообще Колумб, что именно он хотел найти, потом, как он открыл острова Карибского моря и Кубу, почему он назвал местных жителей индейцами, ну и возвращение в Европу. И третий вопрос. Напишите развернутый план ответа по теме. Первое кругосветное путешествие. Но, опять-таки, это план. Поэтому, начинается с земля в шар, ведь в то время не было никаких доказательств, что земля имеет шарообразную форму. И церковь католическая это, кстати, отрицала. И вот Фернан Магеллан решил это доказать. Потом рассказать о Фернане Магеллане, о отплытие его экспедиции, там было пять кораблей. Как они шли вдоль Южной Америки, как они обошли мыс Горн, ну и дальше тяжелейшее путешествие по Тихому океану. И насколько это было, о, насколько тяжело было, то есть, насколько это были тяжелые испытания для всей команды самого Фернана Магеллана. Сколько было потеряно кораблей и людей в этом путешествии. Потом, значит, вот приход их в Азию, гибель самого Магеллана, стоит, конечно же, упомянуть. Ну и потом не менее тяжелое возвращение домой, ведь из пяти кораблей, которые ушли, вернулся только один. Что ж, в вопросах путешествия Колумба все очень просто. От Испании вот сюда проводится небольшая точка. Вот так вот. И примерно вот здесь вот это как раз-таки есть те самые острова Карибского бассейна. Куба, Санто-Доминго, Пуэрто-Рико, Виргинский и прочие всякие острова. Вот они все здесь находятся. Если приблизить, вот их можно увидеть. Вот их здесь очень даже много. То есть, сначала были открыты именно эти острова. Это уже потом Колумб открыл вот здесь вот саму Америку. А так, в принципе, вот она. Вот такой вот прямой путь и есть то самое путешествие Колумба. Вот и все. А вот с путешествием Магеллана посложнее. Дело в том, что Магеллан, выйдя отсюда, из Испании, он дошел досюда, до Южной Америки. Потом обошел Южную Америку. И самым сложным путем обошел мыс Горн. То есть, самую южную часть Южной Америки. Вот он ее обошел. И потом ему было необходимо совершить вот такое вот безумно долгое путешествие. То есть, это совершенно нереальная цифра. Здесь десятки тысяч километров. То есть, вот так вот он их обошел. И уже после этого, вот здесь он наконец-то достиг Азии. И здесь уже вот ему пришлось уже вот здесь вот так вот двигаться вокруг этих территорий. Но вот это путешествие по Тихому океану, оно было невероятно тяжело. Но мало того, что достичь Индии, чтобы вернуться в Европу, ему пришлось обойти Африку. К тому времени, если не ошибаюсь, он уже, по-моему, был мертв. То есть, путь был крайне, крайне, крайне тяжелым. И вот таким вот образом он вернулся вот сюда, в Испанию. То есть, очень сложный путь. Что ж, пятый вопрос. На физической карте найдите географические объекты. Я-то их легко нашел. Ну, вы можете просто вбить в интернете, да и просто точно так же найти. Я выбрал достаточно немного. Например, пролив Магеллана, он небольшой, находится в Южной Америке. Находится конкретно в Чили, в самом низу Чили, в самом низу Южной Америки. Пролив Беринга. Это вообще-то в России. То есть, это пролив между Россией и Соединенными Штатами. То есть, это наверху, на севере, в районе Тихого океана. Ну, пролив Дрейка точно так же. Это недалеко от пролива Магеллана, он гораздо больше. Ну, и мыс Дежнёва. Мыс Дежнёва – это самая восточная точка России. Это как раз-таки тот мыс, который находится совсем недалеко от Аляски. И шестой вопрос. Используя дополнительные источники информации, подготовьте сообщения о современных исследованиях Антарктиды. Когда-то, в 20 веке, когда только начиналось развитие, Антарктиду исследовали очень немногие страны. Это были в основном США, Советский Союз и европейские страны, вроде Франции или Британии. Сейчас количество исследователей Антарктиды гораздо больше. Там и Япония, и Китай, и Южная Корея, и Норвегия, и Канада. Это не считая США, России, Франции, Германии, Британии. То есть, очень большое количество стран сейчас исследуют Антарктиду. Но самыми крупными исследователями являются США, в распоряжении которых находится научная станция и неофициальная столица Антарктиды – станция Мак-Мёрда. Это очень большая станция, там довольно-таки много людей. Это самая крупная научная станция в всей Антарктиде. Но при этом далеко не единственная в распоряжении США. Конечно же, у России тоже достаточно большое количество научных станций. Наиболее известной сейчас можно назвать станцию возле подлёдного озера Восток. Дело в том, что Антарктида покрыта несколькими километрами льда. Да, именно так. Знаменитая ледовая шапка Антарктиды. И под этим вот слоем льда есть живые озёра. То есть, озёра с жидкой, незамёрзшей водой. Вот одно из крупнейших таких озёр – это озеро Восток, которое находится в глубине. И вот Россия его очень активно изучает. Дело в том, что это исследование очень сложное. Нельзя допустить, чтобы с нашей поверхности что-то попало в это озеро и нарушило то, что происходит внутри этого озера. Нужно изучить те организмы, которые там находятся. И вот Россия справляется с этой задачей. Другие страны, они тоже активно занимаются исследованиями. Как научными, так и околонаучными. Дело в том, что Антарктида – это единственный незаселённый материк, который очень богат природными, особенно полезными ископаемыми. И, естественно, получить в своё распоряжение такую территорию хотят очень многие страны. Но ООН, согласно соглашению, запрещает вообще какое-либо освоение территории Антарктиды. Поэтому пока все ведут только исследования и разведку полезных ископаемых. Но исследования всё-таки ведут тоже довольно-таки многие. Так, ну вот и всё, собственно. Ах да, источники. Ну, в моём случае это моя собственная глава. Ну и можно упомянуть Википедию.